Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Эта программа «Есть что сказать». Сегодня в студии я рад приветствовать мою коллегу, телеведущую, режиссёра-документалиста, автора целого ряда фильмов на царскую тему, основателя YouTube-канала Елены Козенковой, автора проекта «Царские вечера в Москве» Елену Юрьевну. Очень рада быть вместе с этой иконой, которую мне позволил хранитель Олег Иванович Бельченко, который на царские дни приехал в Екатеринбург с иконой, принести в студию телеканала «Союз». Елена Юрьевна, мы немного с вами поговорили, вы поделились своими впечатлениями о монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Вы рассказали о своих впечатлениях, о крестном ходе. Что ещё интересного, знаменательного происходило, о чём вы хотели бы упомянуть? Вы знаете, мне как-то запомнилась одна случайная встреча. Мы разговаривали с одним человеком преклонных лет. Мы разговаривали просто на улице Екатеринбурга. Я как раз шла в храм на крови, мы шли, мы группой сюда приехали. А это был человек преклонных лет, и он сказал, что на окрестный ход идёте. Мы говорим, да, на службу, на окрестный ход идёмте с нами. Он говорит, нет, нет, я всё знаю. Я, говорит, мальчишка рос недалеко от Ипатьевского дома, играл там в футбол с мальчишками. Мы всегда знали, что здесь, здесь это произошло. Я говорю, ну вот сейчас, когда об этом много говорят, много материала открылось, у вас сердечко не дрогнуло? Он так подумал, вдумался в себя и ответил мне очень честно. Вы знаете, говорит, нет, не дрогнуло, потому что это было очень давно, и меня это не касается. Вот. И когда я подошла к храму на крови, где начиналось богослужение, я увидела людское море, людское море. Я поняла, что сюда пришли эти люди, у которых сердечко дрогнуло, и которые понимают, что это их касается, это касается их детей, это касается нашей истории, нашего процесса исторического, это касается того незарубцованного ещё пока кровоточащего шрама, который находится вот на этом, знаете, водоразделе 17-й год, 18-й год, и страна советов. Надо просто осознать и назвать грех грехом, чёрное, чёрное, белое, белое. То есть надо расставить эти точки над «и». Мы, когда к Богу приходим, мы понимаем, что это такое вот, когда мы в тупике в жизни нам оказываемся, в беде, дети наши болеют. Мы обращаемся к Богу, мы начинаем искать, где, где причина. Человек верующий понимает, от грехи надо каяться. Каяться, тогда что-то изменится. Всё точно так же на всём народе. Этот механизм духовной жизни, он работает так же и на русском народе. Разве мы не в тупике сейчас находимся? Разве у нас такое замечательное… В таком тупике. Разве у нас замечательное положение? Так вот, икона мироточащая, прославление царственных мучеников, она нам дана, чтобы мы немножечко, немного подумали над тем, вот над тем периодом. И надо понять, что наше вчера – это наше завтра. Наше вчера сегодня, вот без вчера сегодня не будет завтра. Я сколько раз встречала людей, которые говорили о том, да что там, ну убили и убили, сколько лет назад это было. Вот я хотел уточнить, Елена Юрьевна, почему так, когда говорят о царской семье, говорят, ну убили, ну да, ну было, и всё. Забывая вообще, что это святые, царственные, страстотерпцы. Потому что на сто лет делали манкуртами. Сто лет век. Это процесс очень сложный, изменение сознания общественного. Это и есть покаянинство, изменение ума. Вот изменение ума на уровне общественного сознания, то есть изменение взгляда, да, это очень долгие процессы. Идёт он очень трудно, надо было признать. Мы прославили царя, а оно прославиёт и 20 лет спустя, могу сказать. 20 лет я эти фильмы сняла. Оно всё время только начинается, идёт очень трудно этот процесс, к сожалению. И почему-то даже в Луне церкви трудно идёт. Пусть это, наверное, об этом другие люди размышляют, духовно. Я просто как журналист констатирую очень многие факты. Я только могу сказать, что икона нам дана, чтобы встряхнуть наше сознание, встряхнуть наши жизни, встряхнуть нашу ответственность за страну. Понять, что мы живём не последним столетиям, что наша история – это не только новейшая история. Сто лет Ленин, Сталин, Брежнев и нас всё время загоняют в эти три сосны, выбирайте, что хотите. Очень боятся возвращения к исторической России, потому что эта Россия была непобедимой. С ней никто справиться не мог. А почему она была непобедимой? Потому что она существовала на христианских, евангельских ценностях. Она проповедовала их всему миру. И в трудные минуты весь народ, тело народное обращалось к единому Богу. Он давал победы, он давал территории, он давал царей. Сделавшись манкуртами, мы как бы отрекаемся от такого наследия. А царь, он с любовью пришёл и говорит, не отрекайтесь, русские люди. Не верьте тому, что вам говорят. Вот я когда первый раз увидела икону, у меня был катарсис. Это был 99-й год, она замироточила перед нашей камерой. Представьте, вот я человек, закончивший Московский университет, идеологический факультет, школу советскую. Нам говорили, царь кровавый, царь слабый. Я вижу икону, на которой изображён царь. Почему? Откуда? Почему она мироточит? А икона, она будет вопросом в русском человеке. И думаю, неужели царь свят, раз его русская, я уже знала, что русская зарубежная церковь прославила. Неужели царь свят? Говорите, вот пошло опять, как только вы говорите об иконе конкретно, вот это происходит, это удивительно. К сожалению, телевидение не передаёт эти тонкие вещи, но, даст Бог, царь через эфир тоже вот это просто благодать сейчас распространяет. 20 лет мироточит только у нас. Слава Богу, она сохранена. С ней никто ничего не сотворил. Благодаря вот трудам Олега Ивановича Бельченко. Вы знаете, разрушены за 20 лет исторические мифы, созданные Красной профессурой школы профессора Покровского. Это мифы. Потому что, когда началась перестройка, были открыты архивы исторические, сняты грифы секретно со многих документов. С фотографией были под грифом секретно царской семьи. Боялись просто их образов. И начали работать историки. Не скажу, что прямо вот они пришли туда, их много. Это всё процесс тоже был трудный в исторической науке, но лучшие историки, любознательные умы, такие как Александр Николаевич Баханов, помолимся за этого человека, он 14 мая скончался, он работал в этих архивах. И вот вы знаете, России была дана эта икона, и был дан историк, который уже профессиональный историк. Из академических кругов, который уже именно работой в архивах создал доказательную базу о многих вот этих узловых проблемах, которые были мифологизированы советской историей. Начиная кровавое воскресенье, отречение, начало войны. Ну что там у нас ещё? Распутин, легенда о Распутине. Распутин не надо целая, да? Легенда о Распутине. Вот сейчас я стала проводить царские вечера в Москве, и обязательно на каждом вечере историки, очень серьёзные последователи школы Баханова, мы обязательно приглашаем историков, которые это новое знание открывают. В принципе, книги написаны, но книги есть. Я всем советую читать прежде всего книги Александра Баханова. Николай II, царица Александра, Распутин. Доставайте где хотите и читайте их. Лучше этого вы не найдёте. Но уже и новые книги появились. Владимирова Лаврова, Бориса Галенина, Петра Мультатуль, который тоже приезжал на царские дни в Екатеринбург. Это всё последователи, собственно говоря, этого направления. И вот сейчас очень важно, чтобы это стало... Я вообще как журналист, вышедший с федеральных каналов, я понимаю, что сейчас об этом знании вообще нужно включать всю идеологическую государственную машину. То есть все СМИ, которые об этом бы рассказывали, настолько это важно сейчас для определения дальнейшего пути нашего государственного. Я говорю, наш вчера, это наше сегодня и завтра. Вот осмысление тех вещей, потому что предки, святые, вопиют к нам, к нашим, к нам за ответственность за Россию, за ответственность за историю, за историческую Россию, за то, что они нам оставляли к 1917 году. И сейчас есть это знание, что же, какая тайна беззакония произошла не только у вас тут в Ипатьевском, у нас в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Но эта тайна беззакония начала вершиться намного раньше и предавал царя отнюдь не русский народ. Об этом очень много хорошо написали, вышеперечисленные много, предавали военные люди, которые входили в военно-масонскую... Генералитет. Генералитет, да, в масонскую ложу. И вот эти вещи, эти вещи надо сейчас рассказывать людям. Это и есть историческая правда. Вот я помню при встрече с Бахановым, когда перевернулся мой ум и начал искать ответы на вопросы, вот мне запала его фраза, что все было не так, совсем не так. Когда я шел к самому материалу, все было не так. И это мне сказал историк, который начинал вообще со статьи «Сумерки монархи». Он был советский историк. И вот он прошел путь от советского историка к русскому православному историку. Изучая материал о царе, о царственных мучениках, люди становятся верующими. Так стал Баханов через изучение просто материала, работа с фотографиями, работа с письмами. С фактами. С фактами, да. Написание книг, вы знаете, это просвещает. Я когда делала «Царский вечер», последний, он прошел с 9 июня в Москве, «Царица Александра», смотрите на YouTube-канале Елены Козенковой, плюс эти программы, возможно, покажет телеканал «Союз». Ничего нет. Вот кроме книги Баханова, «Царица Александра», и, собственно, мы вечер строили на его книге, там будет море уникальнейших фотографий. Мы ничего не знаем об этой царице. Это единственная царица, которая работала обычной медсестрой. Она участвовала в операциях, она относила руки, ноги, она откачивала раны, она успокаивала раненых, она делала уколы, она держала их руку, молилась вместе с ними. Вы знаете, это потрясает. И я прямо почувствовала, как через меня какой-то свет прошел, свет царицы Александры. И я думаю, что нам надо вот так о каждом члене царской семьи рассказывать, рассказывать, рассказывать. Эта тема необъятная, потому что эта тема эпохальная. Мы через царскую семью, эта эпоха, мне сказал Баханов Александр, историк, будет всегда оболгана. Именно потому, что не было больше такой царской семьи, такого уровня веры, как последняя царская семья. И он сказал, что никогда не было такого развития России, как мощи сил в пятерку стран ходили. Англия, Франция, Штаты, Германия, Россия. Где мы были сейчас, где мы были тогда, и где мы сейчас. Элементарный сравнительный анализ. И это потрясает, когда идешь к материалу, что все, и космос, и митрополитен, и все, все уже закладывалось в тот период. А сколько городов было построено? От Мурманска до Геленджика новых городов. А сколько дорог было проложено? Журналистам надо проповедовать это новое знание, рассказывать о нем людям, нести его. Это настолько важно. Может быть, это даже, я вот осознаю, как краеугольный камень нашего будущего. Потому что недаром дана эта святыня. Это духовная святыня, это духовное оружие, и это информационное оружие. И царь мироточит. Он призывает людей, и советских людей, стать русскими, православными людьми. Он призывает обернуться к исторической России, и взять из нее все лучшее в наше сегодня и в наше завтра. Иначе мы погибнем, как русский народ, образовавший эту страну, это государство. И, может быть, царь-мученик там на небе это лучше всех понимает. И это очень, это очень важная мысль, очень важная. Потому что, если это Иван Ильин понимал, если мы не соединим, не возьмем лучшее из исторической России, и я не отрицаю советскую, из сегодня, из недавнего вчера, не соединим это все, не выработаем свою национальную. Мы действительно, и это происходит, мы погибаем, мы же умираем. Это даже вот на высоком уровне объявлено официально, что мы вымираем. Но я думаю, что Россия, вы знаете, это страна такая чудо, вот царь являет чудо. Я думаю, что Россия страна чудес, но мы должны, мы должны провести эту работу внутреннюю. Мы должны проделать путь, как я, как Баханов, через царские мои вечера. Призываю смотреть ютуб-канал «Царские вечера». Там столько уже дано знаний об этих узловых моментах проблемных в начале века. И, кстати, каждый царский вечер освещает икона царя-мученика. И 19 мая она у нас мироточила. На вечере мы поняли это как поддержку, что царь не изменен, он с нами. А мы, надеюсь, с вами встретимся на очередном вашем царском вечере, но уже в Екатеринбурге будем снимать и рассказывать нашим зрителям. Давайте молиться. Спасибо большое. Друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Первом православном. Спасибо.